Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мы продолжаем наш увлекательный челлендж 100 рисунков, 100 эскизов АВД. И мы уже продвинулись далеко за половину. Остальные видео найдете на YouTube в данном плейлисте. Можете посмотреть, подписаться. Каждый вторник я вам показываю новый эскиз. Сегодня мы будем с вами рисовать платье пальто. Двубортное на поясе. Ну, давайте приступим. И заодно покажу вам еще один интересный момент, как его можно делать. Сначала я откорректирую наш с вами шаблон. Это не обязательно, просто я люблю, когда у меня нет лишних рук. Потому что в зависимости от того, какое изделие мы рисуем, то мне нужна либо та, либо другая версия моего шаблона. Поэтому я его корректирую. Сейчас я слева нарисую черно-белый эскиз, потом справа точно так же его сдублирую. И у меня будет цветной эскиз. Итак, у меня должен быть черный цвет, настроечка единичка, не пунктирная линия, черный цвет контура. Выбираю инструмент пером. Мы рисуем в иллюстраторе перышком преимущественно. Я об этом часто говорю. Приближаю лупой, соответственно, мой шаблон. Длина у меня будет почти полнодлинная, чуть-чуть короче, чем в пол, чуть-чуть ниже, где-то середины икры. И поехали. В этот раз я начну рисовать с левой половинки, хотя больше люблю рисовать с правой, но мне так будет в этот раз комфортнее. Платье двубордное, платье пальто, то есть оно что-то между верхней одеждой и, соответственно, вторым слоем. Так, здесь у нас будет легкая полосочка. Рисую сначала основу, большой слой. Так, здесь у нас будет вот так. Сейчас дополнительно буду корректировать эту кривизну. И я бы хотела, чтобы у меня был спущенный рукавчик, от которого потом пойдет такой дополнительный пушистый рукав. Но вот это место мне нужно аккуратно обязательно нарисовать и отобразить. Поскольку это все-таки больше полупальтовая история, оно должно больше отходить от фигуры. И вот здесь будет прижиматься оно поясом. Соответственно, вот от этой точки мне нужно, чтобы у меня был объем. Вот здесь был объем. И вот здесь тоже мне нужен объем. Мне нужен инструмент опорная точка. Вот так вот тоже он будет изображаться. Здесь мы уберем объем. То есть пояс прямой, а от пояса отходит объем. И вот эту точку можно немножечко подвинуть. И вот эту тоже. Вот, то есть уже такой основной силуэт у меня вырисовывается, его видно. Что мы будем делать дальше? Мы нарисуем, конечно же, что у нас есть спинка. У нас есть центральная линия, которая как раз нам будет показывать спинку. Ой-ой-ой, улетела. Но мышку я не отпустила. Вот. Это наша с вами спиночка. Смотрите, чтобы вас не смущало, вот эта линия, она уйдет в самый низ. Мы ее сейчас уберем. Монтаж на задний план. И все будет у нас хорошо, когда мы с вами закончим. Что еще здесь мне важно? Мне важна форма воротника. Я сейчас приближу, чтобы я лучше видела, что я рисую. Подниму немножко вот эту точку, потому что она должна быть повыше. Сразу корректирую то, что мне не нравится. Так, рисуем форму лацкана. Лацкан у меня пойдет вот отсюда. Так. И его форму дальше завершаю. Вот это один. И так же сейчас сделаем второй. Вот здесь тоже будет такая маленькая штучка, как будто наш перегиб воротничка. Она будет немножко торчать. Она мне нужна тут. И вот уже от нее будет рисоваться вторая линия воротничка. То есть она вот здесь как бы идет, немножечко ложится на плечо. И уже приходит сюда. Вот. И здесь небольшой такой вот загибчик. Так, вот эту линию сейчас тоже поправим. Хорошо. Смотрите, когда вот такой острый угол, его можно смягчить в обводке. Вот здесь вот. Оп. В углах. И он тогда не будет вас так сильно раздражать. Так. Ну, по крайней мере, меня раздражает. Я не люблю, когда они так сильно выпирают. Поэтому обычно их правлю. Вот так. Поправила. Посмотрела, как мне нравится. Теперь будем рисовать с вами рукав. Здесь у нас фишка в рукаве, поэтому я рисую манжет, чтобы он встал на место. Манжет точно по запястью здесь. И теперь объемный рукавчик от этой точки. Получается объем. И здесь тоже есть большой такой напуск. Он идет сюда в рукав. Сейчас правильно только форму, чтобы отобразить. Видимо, придется двигать потом. Не получается с первой попытки. Хорошо. И вот так вот он сюда приходит. Здесь будут дополнительные, конечно же, сейчас складочки у нас, чтобы это все отразить и все это показать. Вот эту форму сейчас я немножечко поправлю, потому что она не получилась с первой попытки в отрисовке. Но это совершенно не страшно. Все это поправимо. Adobe Illustrator это поправляет, и вы никогда не узнаете, что там что-то было по-другому. Так, здесь тоже вот эту точку. И здесь вот эту точку тоже сейчас поправим. Вот такой рукавчик. Ему сейчас сразу придам теней. Здесь, кстати, тоже будут тени, потому что там будет пояс и будут складочки. Сразу их отрисую. Я рисую не из чистого. Ну, то есть как бы я из чистого листа рисую, да, но у меня есть подсказка в виде черновика, нарисованного от руки. Поэтому мне немножко проще. И, наверное, со стороны сразу сложно смотреть, что я рисую сразу какие-то тени, еще что-то. Но я уже понимаю, где они будут, потому что на черновичке я об этом уже подумала. Он у меня от руки есть. И вообще, вот именно в иллюстраторе я редко рисую прям вот, ну прям совсем с нуля, да, без ничего. Хотя иногда бывает такое, что я переделываю старые эскизы, и тогда у меня действительно нет никакой подсказки. А я просто, ну, смотрю от того, что есть, и уже от этого меняю, смотрю на экране. Но такой процесс, он немножечко дольше получается, чем просто рисунок, когда есть подсказка. Я все-таки хочу вам ускорить видео, да, а не показать свои творческие терзания, как я тут что-то подбираю и так далее. Поэтому стараюсь все-таки заранее готовиться и иметь в голове четкий план, на что же мы с вами рисуем, а не просто в процессе искать, как это должно выглядеть. То есть это именно из экономии времени. Иногда делаю, ну, это просто по черкушке, это не какие-то супер эскизы, но они спасают. Так, это будут тени. Потом линии уже добавим дополнительно, когда все раззеркалим. Смотрите, тени, они сейчас кажутся очень жесткими и очень неестественными. Мы их все выбираем. И делаем их черными. И ставим им стиль непрозрачность, ну, где-то вот так на 14. Теперь смотрите. Вот они у нас получились, они у нас уже есть. Так, вот здесь у воротничка, там внутри стоечка. Соответственно, я ее тоже отображаю. И видите, мне шаблон подсказывает, какого она может быть размера. Так. Здесь сделали. Теперь я уже буду соединять, а после этого будем смотреть. Сегодня хочу, кстати, попробовать новый инструмент, который я показывала отдельно, что вместо инструмента, который у нас называется обработка контуров, вместо этой панели, можно использовать кое-что другое. Сейчас покажу, что. Так, все это убираю на задний план. Не знаю, насколько это будет удобно, хочу попробовать в эскизах. И смотрите, есть такой инструмент, он называется создание фигур. Я сейчас выберу все, что у меня тут есть. И инструментом создания фигур соединю вот эти три части между собой. Потом соединю вот эти части и соединю вот эти части. Получилось? Нет, не так. Вот эти части. А здесь вот так. То есть он не работает по принципу, очень похожему на обработку контуров. Только он мне насоединял того, что не надо. В общем-то... Так, вот эти вот части сейчас мы будем между собой соединять. Посмотрим. Обязательно объекты должны быть выбраны. То есть вот я выбираю. Это не участвует. И это не участвует. И теперь все вот эти выбранные объекты я могу инструментом создания объектов соединить вместе. Видимо, не хватает пересечения, чтобы они соединились. Сейчас увеличим. Да, вот смотрите, не хватает пересечения. Соответственно, когда мы сейчас один на другой наложим, то все у нас соединится. И эти сейчас наложим, чтобы они тоже могли соединиться между собой. Здесь самое важное, как и в обработке контуров, так и в инструменте создания объектов, очень важно, чтобы у нас контуры либо пересекались, либо хотя бы соединялись вплотную. Потому что в противном случае программа просто не может их объединить. Видимо, работает моя давняя привычка. Мне, конечно, удобнее через обработку контуров это делать. Но эксперимент делал благородное, программа постоянно развивается. И я думаю, что все-таки надо учить всякие новые приемы. Это все равно будет плюсом. Поэтому обязательно пробуем. Что-то я, по-моему, не то слила. У меня есть такое подозрение. Вот эта часть, она почему-то... Да, в общем, насливала я не того, чего надо. Сейчас буду откатывать назад. А вот. Здесь, здесь и здесь. Как видите, не так просто все в освоении. Главное дело привыкнуть. У меня тоже все не с первой попытки. Вот. Вот эту вот линию я выделяю. А зря, она мне не нужна. Вот эту. Вот. И теперь я могу спокойно слить. Потому что выделила лишние объекты, он тоже слился у меня. Это непроправильно. Что-то у меня вот это вот плавает. Какие-то кусочки. Да. Достаточно получается замороченное все это дело. Как-то оно все слилось. Ой-ой-ой. В общем, все откатываю. Так. Начинаем заново. Эти два куска между собой нужно просто слить. Убираю сейчас этот инструмент. Достаю окно. Обработка контуров. Вот этот и вот этот. Слить. То есть, видите, путается. Тяжело. То есть, я бы сказала, скорее нет, чем в пользу этого инструмента. Потому что здесь вы выбрали четко два объекта. А так он как бы сам вам позволяет помочь выбрать. И, в общем-то, путаница получается дополнительная. И вы сливаете не совсем то, что надо. А это плохо. Это откровенно плохо. Вот. Но все равно то, что у меня здесь они не соприкасаются, это сейчас мы поправим. Вот так. Вот. Это все должно быть сзади. Давайте теперь сделаем белую заливочку. Сразу будет больше понятно все, что мы тут нарисовали. Белая. Рукава. Манжеты. Тоже белым цветом. Так. Теперь маленькая хитрость. Вот эта часть. Вся вот эта часть. Должна быть сзади. Соответственно, правой кнопочкой монтаж на задний план. Вот. Эту часть, как я люблю, я прокрашу чуть-чуть сероватым. Оно даст тогда эффект того, что оно сзади. И смотрите, здесь у нас с вами остался пояс. Он прям уже, я его подметила, что он тут должен быть. Соответственно, мы рисуем пояс. Я люблю, когда он чуть-чуть выгнут наверх. На мой взгляд, оно как-то так интереснее смотрится. Но вы можете нарисовать по прямой. Это моя такая вот фишка. Люблю, когда вот он чуть-чуть наверх идет. Вот эти лишние линии мы убираем. Точнее, не линии, а направляющие, которые у нас получились при рисунке. Потому что невозможно иногда сразу нарисовать ровно так, как задумано. Теперь вспоминаем, как нам нарисовать пряжку. У нас здесь будет пряжка. Я начинаю... Успился почему-то рисовать. И вот здесь, смотрите, кнопочками наверх и вниз, которые расположены на клавиатуре, я могу менять скругленность угла. Вот так. Сейчас уберу цвет. Смотрю, насколько она попадает мне по размеру. Немножечко ее уменьшаю. Теперь Ctrl-C, Ctrl-F. Это разместили поверх. И создалась у нас копия. Выбираю вдвоем. Разгруппировать. Центральную часть надо убрать. Все. У нас получилась именно вот такая пряжка. Смотрите. Покрашу ее сереньким цветом, чтобы она выделялась. То есть у нас получился пояс. Так. Еще у нас с вами будут пуговицы. Соответственно, у нас будет петля и пуговица. Вот так. То есть видно немножечко петельку. Пуговки обтянуты. Соответственно, у нас дырочек не будет. Если у нас они пришиты через край, то нам нужны дырочки. Я это все сгруппирую, чтобы это было удобнее. И будем смотреть по масштабу относительно нашего с вами эскиза. Маленький секрет, чтобы пуговицы смотрелись не так громоздко, можно на них сделать контур чуть-чуть меньше, чем на всем изделии. Тогда они будут более приятно сочетаться. Два. Три. Вот так. Так. Чего бы нам еще здесь не хватает? Мне не хватает линий в местах, где у меня есть складки. Именно этим я сейчас займусь. Линии я специально не стала делать симметричными, для того, чтобы показать, что все-таки у нас это более живой такой эскиз получился. Во-первых, сейчас добавим вот сюда тень. Она здесь быть должна, и никуда мы от нее не денемся. Переснимем ей свойства. Вот у нас такая вот тень. Тень еще здорово положить под лацканы. Вот здесь прям так вот по краешку, по краешку, чтобы они оттенялись. Вот так, смотрите. Видите, сейчас немножко грубо кажется, мы ее уведем вниз, и она ляжет правильно. То есть не обязательно прям контур в контур делать. Теперь control и буковка H русская, либо квадратная скобочка. И вниз, вниз, вниз. Вот смотрите, она вниз пошла. В какой-то момент, вот, правильный. Мы ее остановили. Сейчас я же ее раззеркалю, чтобы она у меня попала и под вторые лацканы. Вот так. Shift-Alt. И еще раз я сделаю control и русская буковка H вниз, 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 вниз. Потому что они размещены у нас на разных уровнях. И если вот здесь мы будем смотреть то, что внутри двигаются объекты, внутри слоя, мы увидим, как оно сверху вниз идет. Ну, если интересно, вы можете там посмотреть. Еще одну тень я расположу вот здесь. То есть мы с вами до конца оформляем наш эскиз, делаем его более таким красивым. Да, мне очень нравится, что вот здесь кусочек низа торчит. Это прям очень здорово. Вот он чуть-чуть, то есть он не сильно выпирает, а он прям чуточку-чуточку. И это показывает такой вот вроде живость в эскизе, да. Тоже нажимаем на X. Оно сейчас уйдет под низ и не будет светиться. Пропало. Вернули. Можно чуть-чуть ее направо сдвинуть. Вот. То есть, видите, она находится под этим объектом и дает. Итак, линии. Начнем с рукавчика. Здесь у нас будут с вами такие красивые завитушки. Так. Рисовать мы будем линиями. Смотрите, сначала получаются линии такие топориками, как я их называю про себя. То есть, они очень жесткие, они не очень красивые. И действительно, кажется, зачем я это все тут делаю. Но когда мы сейчас их сделаем, оформим, они будут прекрасны. Так. Я хотела бы, чтобы это все-таки была линия. Так. Здесь то же самое. То есть, здесь у меня получаются дополнительные такие складочки. Длинная складочка. Такая вот она. Опа. И смотрите, линия достаточно жесткая. И достаточно четкая такая. Но это все мы сейчас с вами исправим. Они будут более незаметными и менее явными. Смотрите, мы все выбираем. Очень рекомендую загнать их в единую группу. Будет намного проще работать. Даем вам толщину 0,25. И вот здесь вот в профиле можно выбрать либо такую, либо такой профиль. Посмотрите, какой лучше будет смотреться. И сразу линия, она не смотрится грубо. Она просто показывает складочки. То есть, это вот такая особенность. Сначала немножечко топорно, а потом оно все прекрасно. Раззеркалили на вторую сторону. И вот здесь я бы тоже хотела добавить несколько складочек. Они тут нужны. Так, так. Здесь складочку. Сначала мы их рисуем. После этого уже эти линии обрабатываем. Очень хорошо, когда эта линия и на конце вот у нее вот такой вот завиточек. Оно как раз очень мягко смотрится. Чем-то похоже на мягкие буквки W. Или на буквку T английскую без палочки. То есть, они должны быть вот такие округлые, мягкие. Не делайте их сильно прямыми, не делайте их сильно кривыми. То есть, это что-то наподобие дуги должно быть. Где-то с завиточком. Тогда они будут более гармонично смотреться. Так, опять 0,25. И опять выбираем вот такую штуку. Вот наш черно-белый эскиз уже готов. Платье, пальто. Теперь мы его с вами все вместе сгруппируем. И я покажу, как его интересно раскрасить. Пару интересных приемов для того, чтобы он получился у нас не просто черно-белым эскизом, а еще и заиграл дополнительными атласными нотками. Так, копируем. Шаблон убираем. Пальто будет цвета Fuchsia. Выбираю волшебную палочку. Выбираю допуск 1. Щелкаю на белый цвет. Так, чтобы у нас это сработало, нам нужно на новый слой это скопировать. Ctrl-C. Delete. Блокируем слой. Создаем новый. Ctrl-B. Скопировалось. Итак, теперь выбираем только все, что у нас сделано белым цветом. Выбираем цвет Fuchsia для заливки. Да, но я бы его чуть-чуть откорректировала. То есть вы можете выбрать тот цвет, который вам нравится, потом его слегка откорректировать. Нет, было лучше. Оставляем. Так, теперь этот цвет. Вспоминаем, есть двойной клик. Когда мы нажимаем на двойной клик, у нас мы проваливаемся в режим изоляции. И внутри группы мы можем работать. Так, соответственно, здесь у нас это с вами внутренняя часть. Я люблю, когда внутренняя часть чуть-чуть темнее, что создает правильную игру света и тени. Выбираем такой же цвет, как цвет основы. И его чуть-чуть темнее делаем. То же самое делаем с поясом. Это у нас его выгодно подчеркнет. Пуговки удобно сейчас будет сделать точно так же, потому что по задумке они должны быть обтянуты оригинальной тканью. Но за счет того, что они будут на полтона темнее, они будут на эскизе немножко выделяться. Вот уже сам по себе эскиз хорош. Но я предлагаю выбрать все наши с вами тени. Видите, они у нас удачно все выбрались. Сделать их цветом фуксии. Сейчас непрозрачность мы немножко повысим. И, соответственно, сделаем их потемнее. То есть они будут не черными, они будут такими темными. Эффект. Размытие. Размытие по гауссу. Так, теперь внимательно смотрим на то, что получается. Могу сразу сказать, программа может подтупливать. И окей. Видите, тени стали такими размытыми пятнами. Теперь осталось добавить пару бликов. И будет полное ощущение атласного эффекта. Блики рисуем белым цветом. Сразу, чтобы вы понимали, что это блик. Они сейчас такие жесткие. Но мы их с вами тоже сейчас обработаем, размоем. И будет просто прекрасно. Вот здесь вот на воротничке кусочек. Их не должно быть сильно много. Они не будут сильно яркими. Но они создадут именно эффект. Такой вот цвета тени, игры. Атласный. И будет полное ощущение. Так. И вот эту штучку я бы, конечно, подтянула наверх. Самый, наверное, большой блик такой будет. Вот. Мы добавили с вами блики. Теперь их выбираем. Все вместе. Чтобы они у нас были единым массивом. Выбираем как основной цвет. Двойной клик. И делаем розовый. У нас уже не должен быть он будет прям белый. Теперь эффект. Размытие. Размытие по гауссу. Говорим окей. И нам нужно настроить им непрозрачность. Потому что так получилось ярковато. И вот здесь в непрозрачности мы их немножко еще поддернем. Чтобы у них создалась непрозрачность. И смотрите. Свет и теневая игра делает у нас ощущение, что ткань у нас немножко переливается и светится. Вот такое платье пальто у нас сегодня с вами получилось. Я думаю, что очень интересный эффект. Попробовали мы, естественно, с вами новый инструмент, который я показывала. В данном эскизе его было использовать неудобно. Поэтому я вернулась к обработке контуров. Но попытка не пытка. Рисуйте, пишите, расскажите, что вам интересно еще порисовать. У нас еще в запасе достаточно много эскизов. Я с удовольствием вам покажу. А на этом все. Не забывайте подписаться на канал. Каждый вторник я показываю, как рисовать новый эскиз. С вами Палачайковская Екатерина. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok